Дорогие друзья, вы смотрите программу секрет успеха. Это программа, через которую мы изучаем стихи еженедельно. Один стих на всю неделю. И в этом 2018 году и в 2019 году мы изучаем стихи, которые назвали так, 100 стихов, которые должен знать каждый христианин. Эти стихи есть различные темы. Например, вот только что мы закончили тему, четыре удивительных стиха Библии. Вот этот первый стих. Бития 1.1. В начале сотворил Бог небо и землю. Иоанна 1.1. В начале было Слово, и Слово было Бога. Иоанна 1.14. И Слово стало плотью, убитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его как однинародного Отца. И Иоанна 3.16. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единародного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Вот эти стихи мы изучали, размышляли. И чтобы вкратко сказать, что здесь говорится, говорится о том, что в начале был Бог, и Бог сотворил этот мир. И Бог воплотился в плоть, показал в 14 стих 1 Иоанна, мы читаем так, 1 глава Иоанна от Иоанна, что Он был полностью наполнен благодатью истины. То есть Он показал пример, как жить, поступать. И в конце концов Иоанна 3.16 Он свою жизнь положил за нас. Бог возлюбил нас. И Он показал нам путь к тому, как приобрести то, что в самом начале Бог приготовил для нас. Это жизнь вечную с Господом нашим Иисусом Христом. То есть эти большие стихи, важные стихи, которые мы знаем, которые мы должны помнить и с Божьей помощью променять в нашей жизни. Я думаю, что Господь давал нам силы, возможности, желания изучать, променять эти стихи. Но на предыдущей неделе мы изучали стих о грехе. И така цитата. Грех зарождается в мыслях. Если одобрается и развивается, то проявляется в конкретном поступке. А последствия эта поступка смерть. Грех привлекателен, когда ее собираешься совершать, но ужасен, когда уже совершил. Мы видим это Адам и Ева. Вот Ева видит, что этот плод был привлекателен. Хочется. Но когда укусило, что действительно он был ужасен, смертелен. В мыслях рождается. В мыслях. И поэтому в этом году особо я для себя и для вас буду говорить, чтобы сильно, очень сильно обращали внимание на наши мысли. А как обращать внимание на наши мысли? Через Слово Божие заставлять наши мысли мыслить о духовном, о божественном. Вот эти стихи, которые мы делаем, чтобы они помогали, они и должны помогать нам в этом. Я уже делился одном видео, хочу с вами поделиться, что я себе даже напечатал на такие большие стихи, на целый лист. То есть, чтобы у меня было в кармане, в машине, на телефоне. Но также в доме я повесил в кухне, когда я кушаю, разговариваю, жена видит, дети пока видят, хоть не понимают, чтобы эти стихи. Вы можете внизу по ссылке тоже скачать себе, если у вас есть возможность распечатать и повесить дома. Пусть видят, пусть всегда будет перед вами. Но я уже говорил, что мы закончили стихи, удивительные стихи Библии, как все Бог сотворил и провел путь спасения. Этих пять стихов, я здесь хочу их прочитать, это все эти стихи будут из послания к римлянам. Их назвал, называть эти стихи по римских дорогах или план спасения. Когда я сейчас прочитаю эти стихи, то вы услышите, как они следуют друг за другом. И оказывается, эти стихи используют благовестие. Вот если ты их изучишь, пять стихов, и будешь один говорить о одном стихе, потом во втором, третьем, четвертом, пятом, то человеку открывается картина, насколько он грешен, и насколько, что ему нужно делать. И вот стих, который мы изучали, римлянам 3.23, «Потому что все совершили лишенные славы Божьей». 6.23, и дальше что? «Ибо возмездие за грех смер, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И дальше 5.8, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 10.9, «Ибо если уста мы с вами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердце своим веровать, что Бог воскресит его из мертвых, то спасешься». И последнее 10.10, «Потому что сердцем верует в праведности, а уста мы исповедуем ко спасению». Вот такие стихи, которые мы как-то бы знаем, но давайте их вот, вот чтобы они были как для сестер, это как рецепт что-то делать, они хорошо знают что-то делать. А для мужчин, как мы знаем, как что-то в машине сделать, мы так наизусть изучили их. Поэтому, когда мы будем изучать эти стихи, вот уже первые изучили, применить как-то их в этой жизни одно и продолжать изучать вместе, чтобы это не было разрывоство. Я также закачал и на YouTube, и ссылкой делился, где можно включать стихи и просто голос слушать эти стихи. Это если есть возможность это включать, я иногда себе включаю, припоминаю те стихи, которые мы уже изучали, заучаю новые стихи, которые мы будем учить, и как-то бы вижу в эту картину, опять, это снова о том же говорит, чтобы размощать о Слове Божьем. Но в нескольких мыслях я хочу поделиться об этом стихе, который перед нами лежит, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Я некоторые комментарии взял, которые брат делился в самом начале недели из книги, которая называется «Толкование». Ну, здесь вы видите, я точно не забыл, как называется. И второе, это Мэтью Генри. Первое, что хочу обратить внимание, что у нас есть греховная природа. Вот мы по себе имеем греховную природу. И второе, мы делаем грех. Наша греховная природа должна умереть. Господь дает нам силы, все возможное, чтобы наша греховная природа умерла. Также Бог искупил наши грехи, и когда мы покаялись, перемирились с Господом, уже не надо жить и там бояться, что так дальше, и об этом сильно проживать. Если мы верим, что Иисус Христос просил эти грехи, их больше не существует. Он, эти грехи, Он уже был распят за эти грехи, Он же понёс наказание за эти грехи. Но нам дальше надо не грешить, жить. И пока мы в теле, здесь на земле, вот эта греховная природа, она всегда восстаёт против нас. Поэтому мы изучаем Слово Божие. Мы хотим, чтобы греховная природа не перемогала в нашей жизни, в нашей мыслях, но духовная природа, если так сказать, Дух, чтобы перемогал. И, как говорят, смотря кого ты питаешь больше, тот и сильнее. И мы хотим питать наш Дух, чтобы он был сильнее, и побеждал нашу плоть. Как вы уже видите, я также напоминаю нашим друзьям, даже сделав это рекламное видео, что у нас есть приложение капли соты. Христианское приложение, если у вас способны телефоны, вы уже можете зайти и слушать там, назидаться, прослушать Слово Божие. Там есть христианская музыка, там есть ауди-книги, там есть много проповедей, различные темы. Это делаем мы для того, чтобы, во-первых, для нас было хорошо слушать, расти духовно и для тех, которые живут вокруг нас. Я верю, что если Господь даёт тебе возможность и способность что-то делать, ты должен делать. И Господь даёт эту способность нам, и мы это делаем. Но я заметил за последнее время, что я сколько пытаюсь ставить на Ютубе, об этом говорить, различные проповеди ставить, но люди задают вопросы, пишут такие, а где найти это, как прослушать продолжение? Я так смотрю, ну, народ, братья, сёстры, дорогие друзья, я же сколько раз показывал вам, что есть приложение, там всё есть, там есть продолжение. Много что на Ютубе тяжелее выставить, потому что, чтобы выставить на Ютубе, надо его сделать в видео, а МП3 их проще на приложение поставить, там удобнее слушать, там нету реклам, там не берут только место, мегабайтов, чтобы слушать, потому что это просто МП3 не видео, там экран можно выключить, и для меня это намного удобнее, и я туда стараюсь выставлять, а люди говорят, где это прослушать? Поэтому я даже ставлю уже секрет успеха. Дорогие друзья, если вам ещё непонятно, вы думаете, как удобно где слушать христианские духовные назидательные аудио, то пишите, я вам ответю, я буду ставить этой рекламки пока, чтобы другие люди поняли. Грех — это любая мысль, слово или дело, которое не соответствует Божьим стандартам, святости и совершенства. Ну, я хочу сказать то, что Слово Божие говорит, все мы грешные, все мы грешные, потому что все согрешили. Если кто-то думает, а я не согрешал, то вот эта цитата очень сильно мне нравится, «Грех — это любая мысль, слово или дело, которое не соответствует Божьим стандартам и святости и совершенства». А это мы делаем, и очень часто мы делаем, и по разных причинах. Одна с причиной, что мы не знаем стандарты и святости Божьих совершенств. Второе, что мы не стараемся, а третье, мы не можем. Мы не можем само по себе соответствовать стандартам Божьим. Поэтому мы идём ко Христу и просим, поэтому мы читаем Слово Божие, чтобы знать, какие стандарты Слово Божие. Поэтому мы вникаем в Слово Божие, поэтому мы ходим до молитвы, поэтому мы молимся и так дальше. Но что сделал этот грех? Через грех мы лишены Славы Божьей. Как и здесь говорится, лишены Славы Божьей. Об этом можно много размышлять, я хочу только оставить ту мысль, что мы лишены Славы Божьей и вот этих всех наград Божьих. То, что Господь приготовил для Адама, во-первых, тело, которое не стареет, жизнь вечную, благословенную землю и так дальше. Мы лишены этому. И то, что награды, то, что Бог готовил, все это мы лишены. И что мы приобрели взамен? Это терпеть большой урон. Каждедневно мы терпим большой урон. Каждедневно плоть греховная влияет на нас. Каждый день мы стареем. Каждый день мы приносим какие-то боль. Каждый день вот этот греховный мир, он влияет на нас. Каждый день мы еще раз убеждаемся, что как плохо, ужасно жить далеко от Господа. Хотя мы до конца даже никогда не имели возможности жить так, как жил Авра Адам, но если мы христиане, то мы знаем, есть все моменты, которые Господь очень близко и когда приятно. И как поэтому скучаем, если этого нас нет. Но мы знаем, чтобы иметь близость со Христом, это большой труд, это большое желание должно к этому быть. Когда мы молимся, то это большая борьба. И далеко не все хотят этой борьбой заниматься или стоять в этой борьбе. Молитва получается из них очень короткая, очень редкая. И все это лишь потому, что мы терпим большой урон вот этой греховной природы, которая у нас есть, вот этой плоти и окружающей остановке, в которой мы живем. Весь мир лежит возле. То есть мы лишены права прославлять Бога. Мы уже не можем прославлять Бога так, как это делал Авраа, Адам и так, как задумано было Господом. То есть в святости, с чистыми устами, с чистым разумом, исправленным мыслям, мы согрешили. Но Господь, вот мы уже проходили недавно Иоанна 3.16, что Бог делает, что невозможное сделать возможное для нас. Но я еще предсчитаю, чем является грех. Я не буду стихи зачитывать, где это записано. Грех — это беззаконие, грех — это бунт против воли Бога. Грех — это не только делание то, что делать нельзя, но также и делание то, что нужно. Например, если Господь дает мне возможность видео подобное делать и дает расположение, я понимаю, что Господь хочет, чтобы я это делал и так дальше. Поэтому, братья и сестры, то, что Господь повелевает, и вы понимаете, что это ваши как-то бы призывы, у вас это получается, делайте. Вот даже, например, в этой картинке, я их так долго делал, но есть сестра, которой ее это быстро получается, и когда-то время находится, находит, и я попросил, она быстренько сделала, и благословение от этого имею и я, и те, которые скачивают и смотрят, и пользуются, потому что кто-то сделал то, что он может сделать. Представляете, если все христиане вот так делали, то, что в их силах, насколько само христианство было сильнее, и сколько мы больше достигали людей до Христа. Все, что совершается не по вере, это грех, всякая неправда есть грех, помысл, помыслы глупости есть грех. Так много, что делает этот грех, потому что все согрешили и лишили славы Божию. Этот стих, конечно, из астанистики, должен знать каждый христианин. Знать это не значит, что знать, как мы знаем, ну, что-то в обычной жизни, но знать, что это касается напрямую меня. Я согрешил. Я согрешил, я чего-то лишился. Если я осознаю, что я согрешил, но не осознаю, что я чего-то лишился, возможно, мне не будет желания сожалевать то, что я лишился. Во-первых, второе, не будет желания искать или проеброси то, что я лишился, это слава Божьей. Например, если мы имели копьёру сто долларов, и мы их лишились, мы где-то потеряли, мы конкретно понимаем, сто долларов потеряли. Жалко, жалко становится, потому что за эти деньги мы много чего могли бы сделать, приобрести. Они какой-то мере облегшили нашу жизнь. могли, ну, это каждого касается, каждый знает, куда он мог использовать вот эти деньги. И нам жалко становится. Но я лично не понимаю до конца чего я лишился, лишь потому что мы грешные, славы Божьей, потому что по природе я грешник, я делаю грех. Я думаю, что за эту неделю я так и до конца не понял, и возможно в этой жизни не пойму, чему мы лишились. Но одно, что мы можем делать, издевать Господу и просить ту возможность, хочешь немного здесь на этой земле иметь возможности славить Бога, иметь возможности прославлять Бога чистыми устами, иметь возможности находить время, чтобы быть присутствии Божьим. Хотя бы немножко то, что мы лишились, и так же другим людям передать. Мир не идет Господу, потому что они не знают, чего они лишились из-за своей греховной природы, из-за то, что они живут в грехе. и пусть дать нам мудрости, чтобы действительно размышлять о том, чтобы мы лишились и чтобы бежать за нашим Господом. Изучаем стихи с Библии, изучаем и все больше приобретаем то, что мы лишились когда-то, чтобы в один день, когда Он явится, мы полностью могли соединиться и быть присутствием с Ним и прославлять нашего Господа. Благодарим, что вы были с нами. Будем изучать стих, который перед нами. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. С Богом. С Богом.